Тиндельта функции Субтитры подогнал «Симон» Ну тут, наверное, надо еще о некоторых организационных вещах немножко поговорить Тут ваши родители некоторые проснулись Спустя полтора года Вдруг увидели Во, наши дети иногда на занятия не ходят Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай, что делать, что делать Я говорю, не ходят, да и бог с ними Они говорят, как? Вам что, все равно? Я говорю, извините Вы подписываете домашние задания И там видите, что решено две задачи Что, мы смотрим то, что мы подписываем? Я говорю Какие проблемы? Они в вузах все равно будут наголову выше других Дети из обычных школ квадратные уравнения не умеют решать Я думаю, у вас все из этого класса будут уметь решать квадратные уравнения И они будут наголову выше всех остальных Ну как же, какие из них инженеры будут? Они говорят, ну никакие, естественно Никакие И не будут Я говорю, а зачем сейчас идти в инженеры? Сейчас имеет смысл идти в очень хорошие инженеры Или в очень хорошие физики, или в очень хорошие математики А быть, а бы каким инженером? Они на рынке будут продавать помидоры Они больше заработают Или это будут разводить эти продукты, знаете Больше заработают, чем плохой инженер Нет, ну можно, конечно, быть инженером по технике безопасности Уважаемая работа, да? Ничего знать не надо Только подписывать Прошел инструктаж по технике безопасности Ну только получать будут А как же еще ЕГЭ будет? Надо детей готовить к ЕГЭ Поэтому исключительно по просьбе ваших родителей Каждый, кто пропустил занятия Как только приходит, садится и индивидуально решает задачу ЕГЭ Поэтому кто хочет порешать задачи, пропускаете занятия И в обязательном порядке решаете индивидуально задачу ЕГЭ Понятно, да? Не важно, там проболел, про... Не важно Надо готовиться к ЕГЭ Нет, если кто хочет сам порешать, пожалуйста Если кто-то захочет, тоже подешай А так пропустил Приходит сюда, сразу задача ЕГЭ Понятно, правило ЕГЭ Ваши родители просили, а мы идем навстречу Знаете, я еще услышал Некоторые дети сюда не ходят Потому что боятся получить плохую оценку По-моему, даже до родителей потом Да что, какую глупость я не знал Но сама идея, пропустивший, пишет ЕГЭ, мне нравится Ладно Итак, сейчас поговорим о том, как решать Дифференциальные уравнения, когда они неоднородные Но давайте рассмотрим какой-нибудь совсем простенький пример Пока не колебания, а совсем простенького движения Ну вот, я думаю, лучше в качестве примера Поговорить о движении шарика вязкой жидкости Вот давайте рассмотрим такую ситуацию Глубокий-глубокий стакан с водой И тут имеется шарик Массы М Плотность РО А плотность жидкости РО с ноликом Шарик отпускают Хочется узнать, что будет дальше Ну давайте считать для определенности Что плотность жидкости Меньше, чем плотный шарик Тогда шарик куда поплывет? Вниз А если больше? Нет А если равна? Никуда Давайте Нет, ну как, если ее вначале толкнуть, поплывет Давайте считать, что вначале шарик покоился Но если он будет плыть вниз Я думаю, что мы ось Х направим сюда Ну давайте попробуем перечислить силы Которые будут действовать на шаре Ну понятно, сила тяжести Ну понятно, сила Архимеда Ну пока шарик покоится, все Но как только шарик начнет двигаться Вот он здесь где-нибудь И уже плывет вниз со скоростью В То кроме силы тяжести И силы Архимеда Еще будет действовать сила вязкого трения Направленная в обратную сторону Про такие силы трения мы с вами пока мало говорили Мы говорили про силу сухого трения Которая не превосходит мю на н И растет Пока тело стоит, мы его хотим сдвинуть А когда начинает двигаться Сила сухого трения остается Постоянной равной мю на н Сила вязкого трения устроена Совсем по-другому Ну мы с вами о ней уже говорили Конечно Это минус мю на в Ну когда скорость большая Там уже будет нелинейная зависимость Но мы будем говорить Когда скорость маленькая Поэтому появится вот такая еще Ну тогда второй закон Ньютона для шарика МА равняется МЖ Плюс сила Архимеда Плюс сила вязкого трения Или Если вспомнить чему равна сила вязкого трения Это будет МЖ сила тяжести Плюс сила Архимеда Минус это на В Здесь мы сразу вспомнили Что сила вязкого трения Направлена против скорости Ну естественно у нас Все вдоль оси Х происходит Поэтому движение одномерное Тогда можно написать Следующее равенство МА Равняется Сила тяжести смотрит против вдоль оси Х Поэтому МЖ Сила Архимеда смотрит наверх И чему равна сила Архимеда Но любое тело Помещенное вязк В неподвижную жидкость или газ Действует сила выталкивания Численно равная весу Вытесненной жидкости или газа То есть сила Архимеда равна Произведению массы той жидкости Которая заняла бы объем этого шарика Ну понятно почему Если бы шарика не было Здесь бы была жидкость На нее сила тяжести бы действовала Но жидкость в жидкости никуда не падает Поэтому на нее действует выталкивающая сила Равная силе тяжести Которая действовала бы на жидкость в объеме шарика Поскольку жидкость в жидкости Она неподвижна Поэтому напишем так Минус М с ноликом Ж М с ноликом это масса жидкости Которая поместилась бы в объем шарика Минус это на В Но можно немножечко преобразовать это выражение М же оставим А М с ноликом это плотность жидкости Умножить на объем Чтобы не путать со скоростью Ну давайте вот такой объем красивый И на Ж Минус это на В Как найти объем жидкости? Надо массу тела поделить на плотность тела Поэтому будет МЖ Минус РО с ноликом Масса тела делить на плотность тела на Ж Минус это на В Ну тогда смотрите Можно МЖ вынести А здесь останется Единица Минус РО с ноликом делить на РО Вот так мы учли силу Архимеда Ну давайте сделаем еще страшную вещь Так очень любят поступать в силу Архимеда Они не любят учитывать всякие силы Архимеда Смотрите, почти МЖ, правда? Правда, вот такой поправочный множид От единицы отнимается Отношение плотности жидкости к плотности тела Этим мы учли силу Архимеда Давайте вот это все вместе Назовем эффективной массой М со звездочкой И скажем, забудем про силу Архимеда Но будем считать, что масса шарика чуть-чуть поменьше Кстати, а если шарик той же плотности, что вода Какая будет у него эффективная масса? А если шарик пенопластовый? Отрицательная будет эффективная масса Это значит, что он будет не вниз стремиться падать А куда плыть? Против всего тяжести Это удобно Очень часто в современной физике Когда не хочется учитывать много чего Скажем, какой-нибудь Летит электрон в кристалле И неохота думать о том Как он взаимодействует со стенками кристалла Когда давайте спрячем это взаимодействие в массу? Ну и тогда у электрона в кристалле масса может быть и отрицательной А может быть даже тензорной В разных направлениях Окажется, у электрона масса разная Это запросто Это удобно Ну теперь смотрите У нас ускорение Это производная скорость И здесь имеется скорость Если бы не было силы тяжести Было бы привычное уравнение А теперь у нас есть еще некоторое слагаемое Ну давайте, как всегда Все, что имеет неизвестные Ускорение неизвестно Она производная от скорости и скорость Перенесем в одну сторону И поделим на массу Тогда получится от этого слагаемого Скорость изменения скорости ДВ по ДТ Здесь перенесли это слагаемое сюда Плюс это делить на массу В А справа останется Масса эффективная Делить на массу настоящую же Вот мы получили с вами уравнение Движения шарика Если бы шарик не было силы тяжести Какое бы уравнение было? Это плюс это равняется Равняется 0 Сила тяжести добавляет такое слагаемое Друзья мои, мы с вами получили Неоднородное дифференциальное уравнение Тут неизвестное Тут неизвестное Раньше у нас всегда здесь был 0 А теперь у нас появился не 0 Будем учиться его решать Ну давайте, как всегда, упростим наше уравнение Давайте это отношение Назовем Бетой А это Ну тоже какой-нибудь буквой обзовем Ну например, Ж большое Это не ускорение Это не гравитационное постоянное Это ускорение свободного А давайте Ж с волной Это подправленное ускорение свободного падения На Архимедовую силу Если Архимедовой силы нету То масса со звездочкой равна массе Это просто Ж Тогда у нас будет уравнение ДВ по ДТ Плюс БТВ равняется Ж с волной Определение Дифференциальное уравнение В котором все слагаемые содержат неизвестные Называется однородным Вот такое уравнение Называется однородным Имеются только слагаемые с неизвестными Дифференциальное уравнение В котором Кроме слагаемых с неизвестными Ещё имеется некоторая известная функция В нашем случае это не функция Это констант Но это тоже функция Называется неоднородная Вот такое уравнение Называется однородным Такое называется неоднородным Возникает вопрос, а как решать неоднородные уравнения? А давайте вспомним, как решать неоднородные уравнения А как мы решали неоднородные уравнения? Мы их уже сто раз решали и в цепи с индуктивностью, с сопротивлением И в цепи с конденсатором, с сопротивлением И в случае свободных колебаний И в случае затухающих колебаний У нас было уравнение, которое содержало одни только неизвестные А справа всегда было ноль Как мы решали линейное однородное уравнение? Экспоненциальный подстановка Итак, линейные однородные уравнения Решаются экспоненциальной подстановкой Давайте в честь того, что это уравнение однородное Здесь напишем вот так Итак, однородное уравнение Решается подстановкой С на Е в степени альфа Т А как решать неоднородное уравнение? Теорема Да, кстати При этом у нас получалось всегда столько константов Сколько было начальных условий Помните? Для уравнения линейного первой степени Первого порядка у нас была одна константа Для уравнений колебаний там было второго порядка У нас было две константы Поэтому всегда, когда мы решаем однородное уравнение У нас получается столько константов, чтобы удовлетворить начальному условию Такое решение называется общим решением Запишем Общим решением уравнения движения Общим решением уравнения движения Называется такое решение Которое содержит Произвольных констант Достаточное количество произвольных констант Общее решение Это решение, которое Содержит Достаточное количество Произвольных констант Сколько? Какого порядка уравнения, чтобы удовлетворить нужному числу начальных условий? Теорема. Общее решение неоднородного уравнения. Давайте напишем, что это общее решение. А общее решение неоднородного уравнения можно найти как сумму общего решения однородного уравнения плюс частное решение неоднородного уравнения. По-прежнему, общее решение – это решение, в котором столько констант, чтобы удовлетворить всем начальным условиям. А частное решение – это какое угодно, без произвольных констант. Любое, какое хотите. Давайте убедимся, что вот такое уравнение можно решать, складывая общее решение однородного плюс частное решение неоднородного. Частное решение – это любая функция, которая обратит это уравнение в то же место. Доказательство. Давайте попробуем подставить сюда такое решение. У нас получится. Скорость изменения во времени общего решения неоднородного уравнения плюс бета на общее решение неоднородного уравнения должно равняться же с волны. Теперь вместо общего решения неоднородного подставим сумму. Скажите, пожалуйста, производная от суммы чему равна? Сумма производных будет два слага. Д по дт в общего решения неоднородного уравнения плюс д по дт в частное неоднородного. Плюс, теперь сюда подставляем сумму бета на В, общая однородная, плюс бета на В, частная неоднородная, равняется же с волной. Теперь давайте посмотрим на два слагаемых, которые я оранжевым цветом ввел. Производная по времени общего решения однородного плюс бета на общее решение однородного. Чему равна сумма этих двух величин? Нулю. Если общее решение однородного – это решение такого уравнения, то эта слагаемая плюс эта даст 0. Тогда можно зачеркнуть. Какое у нас получилось тогда уравнение? Неоднородное. Но мы договорились, что частное решение неоднородного – это какое угодно решение этого уравнения. Мы получили то же самое. Итак, оказывается, если у нас есть линейные дифференциальные уравнения, то общее решение неоднородного уравнения можно искать как сумму общего решения однородного и частного неоднородного. Эту теорему я сейчас доказал для очень простенького уравнения первого порядка. Точно так же эта теорема доказывается для уравнений любого порядка, лишь бы они были линейными. Поскольку если уравнения линейные, то любая производная от суммы во что превратится? Сумма производных у вас разобьется на два уравнения. Для однородного, который в сумме дадут 0, и для неоднородного, который обратят в уравнение. Так будет всегда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...